Ну что же, всем привет, ребят, меня зовут Урбан Дрю, и как я обещал, уже на следующий день я выпускаю новое видео по игре City Skylines. Этот сезон называется, если вы вдруг не помните, если вы не прочитали описание, называется «Назад в СССР». Вот. В прошлой серии... А что мы сделали в прошлой серии? Господи, по-моему, сделали парк, и вроде всё. Ну, да. Естественно, я читаю все комментарии, я учитываю всё, что вы пишете, мне очень приятно, что вы вносите какой-то вклад вообще в этот цикл видео, поэтому... Ну, блин, это на самом деле круто, когда я могу с вами взаимодействовать таким образом. Вот. Значит, сегодня я начну, наверное, скорее всего с железнодорожного вокзала. Почему? Потому что, во-первых, я его давно сам хотел построить, но просто я не находил какого-то подходящего места для него. Во-вторых, я не находил подходящего вокзала, который я хотел бы построить, и именно вот само здание, которое бы мне понравилось. В-третьих, меня очень много кто просил построить вокзал, прям огромное количество людей в комментариях об этом писало. Вот. Значит, я всё-таки решился, я всё нашёл и уже даже продумал, ну, небольшую такую, знаете, схемку, как будет располагаться наш вокзал, да. Я, значит, изначально думал, что он будет располагаться просто около дороги, но потом я подумал, что... Ну, сейчас же, типа, модно делать транспортно-пересадочные узлы, и тем более, обычно даже в каких-то небольших городах около вокзалов есть сразу несколько видов транспорта, там, ну, железнодорожный вокзал сам по себе, потом какие-нибудь такси, автобусы и трамваи. В нашем, да, в нашем случае трамваи будут стоять, ну, стоять, ездить, что им стоять-то? Вот. Автобусы я, наверное, вот это уберу, я потому что не особо как-то хочу здесь пускать, потому что и так трамваи создают большие пробки на самом деле. Вот. И ещё автобусы, куча автобусных маршрутов, потому что обычно как раз-таки у таких крупных зданий и тоже узлов таких много автобусов, поэтому вот. Если кто-то со мной вдруг с самых первых видео, то, может, вы помните, что люблю такие круговые движения, и этот цикл видео не стал исключением, вот. Также я скачал вот статую Ленина и поставил её сюда, вот, на место какого-то тоже человека, не знаю, по-моему, я не помню, какого зовут, ну, короче, какой-то символ, фейс Skylines, по-моему, не знаю, вот. Особо тут как-то париться с парком я не стал, я просто поставил вот такие вот кустики и по краям решил посадить деревца, и, в принципе, здесь мне больше ничего не нужно делать, вот. И плюс, плюс вот такие вот круговые, ну, не круговые движения, ну, вы поняли, вот этот вот тип строительства какого-то, ну, не перекрёст, ну, вот, а, я не знаю, как это объяснить, господи. Короче, это очень распространённый тип вот чего-то там, вот. А я очень долго парился с тем, как построить пути на самом деле, вот. И я решил, что я их приложу, короче, под, получается, дорогой, а дорогу немножечко приподниму, у нас что-то будет типа моста. Единственная проблема, вот, которая меня беспокоит, тесно, я ничего переделывать ради этого не буду, но, тем не менее, я с вами поделюсь. Дело в том, что я очень люблю ровный ландшафт City Skylines, потому что, на самом деле, намного удобнее строить на ровном ландшафте, нежели чем на каких-то холмах и так далее, потому что, ну, блин, получается действительно некрасиво, по крайней мере, в игре. А в реальной жизни наоборот, то есть, очень много перепадов высот, там, всяких холмиков, низин и так далее. Здесь очень сложно сделать это реалистично, потому что мне приходится искусственно поднимать дорогу, это выглядит, конечно, не очень круто, мне приходится искусственно опускать железнодорожные пути, но, к сожалению, вот для меня это единственный вот такой вот способ сделать как-то реалистично, ну, даже не то, что реалистично, просто сделать пересечение дороги и железнодорожных путей, ну, как бы не пересекая, чтобы они не пересекали друг друга, вот. Да, как же, без заборчиков мы, естественно, никуда, чтобы люди у нас не могли никуда пройти, и обычно у нас около вокзалов какие-то небольшие есть парки, поэтому без парка нам тоже не обойтись. Посадим давайте какие-нибудь просто обычные деревья, я, на самом деле, забыл, что у меня есть огромное количество скачанных деревьев из мастерской Steam, вот, и тут я решил их тоже поставить, вот. Ну, беседки и так далее я добавлять не буду, потому что, блин, это обычный парк, где, скорее всего, будут валяться бомжи, как обычно это происходит около железнодорожной станции, но, тем не менее. Вот, значит, что у нас идет дальше? Я вспомнил, что у меня есть промышленная зона, и обычно в промышленной зоне у нас есть какая-то железнодорожная станция. Ну, чаще всего так. Правда, сейчас уже, естественно, все железнодорожные ветки в сторону промышленных каких-то объектов сносятся, не знаю почему, но, тем не менее, я решила сделать, что у нас, ну, чтобы у нас это было. Вот. В принципе, тут ничего особенного не было, я вот долго думал, как это будет все пересекаться, но решил сделать просто обычный переезд через дорогу, потому что, ну, здесь же пассажирского движения не будет, не будет, правильно. Вот, поэтому пробок это создавать в любом случае не должно. Ну, и также еще я подумал, знаете, я знаю, что вот такая фигня, ну, в Москве, понятно, есть такая фигня, кстати, еще в Жуковском. Есть какие-то заброшенные железнодорожные ветки, которые идут прямо, то есть через город. И, может быть, они даже не факт, что заброшены, потому что в Московном Жуковском там, по-моему, такое тоже есть. И вот подобная железная дорога иногда функционирует, если мне не изменяет память. Ну, по крайней мере, в 12-м году она точно работала, вот. Потом я придумаю, что с ней делать, но пока я еще не знаю, а просто предложил, чтобы добавить какого-то реализма. Я думаю, это на самом деле не такая уж и плохая идея. Вот, тем более нам место позволяет, хорошо оставил много места, пусть много переездов, но ничего страшного. Так, что мы делаем дальше? Сейчас мне предстоит подготовить площадку под новый район, очередной район. Такие дома, которые в этом районе я еще не ставил. Это вас, наверное, немножечко удивит, потому что, ну, хоть какое-то разнообразие будет. Значит, вот здесь, да, меня очень напряг неровный лошадь, потому что, смотрите, прям сразу там дорога начала изгибаться. Просто неприятно, некрасиво, фу. Вот, здесь сделаем такой, ну, тоже, я не знаю, можно назвать круговое движение или нельзя? Ну, в общем, не важно. Севернее, я не знаю, что я пока буду строить, потому что я пока буду застраивать южную часть моего города, потому что там уже часть застроена, и просто, чтобы отталкиваться от существующих микрорайонов, вот мы будем строить новое. Здесь я решил сделать небольшой транспортно-председательный узел, но, к сожалению, реализовать его полностью не получилось, потому что отчасти я плохо искал, потому что у меня не было времени. Во-вторых, возможно, похожих на российские торговые центры не так, торговых центров не так много, то есть это вот единственное, наверное, что более-менее как-то походит на реальность, вот. И, ну, обычно, знаете же, около каких-то транспортно-пересадочных узлов у нас есть какие-то торговые точки, торговые центры и так далее, торговые комплексы. Вот, там у меня будут остановиться, в принципе, только автобусы, может быть, я потом добавлю еще трамваи и троллейбусы, но это пока не знаю, потому что транспортному развитию я посвящу отдельный выпуск. Не знаю, когда, может быть, следующий, не знаю, не могу сказать. Значит, да, я совсем забыл, главное, вокзал-то я сделал, а вот привокзальную территорию я обустроить забыл. Вот, у меня были такие проблемы с нашим дедушкой Лениным. Вот, что я тут делаю, господи. Вот, да, поскольку это у нас, ну, считайте, центр города, нужно добавить еще какие-то постройки. Здесь, вот, я забыл совершенно вот про такие дома, я их сюда поставил, они, в принципе, тоже вписываются в наш общий, как-то, дизайн города, если можно так выразиться. Вот, ну, и здесь тоже стандартные обычные дворы. Я, на самом деле, вычитал в комментариях еще под, по-моему, первым роликом в этом цикле видео, что в центре города вот такие сталинские дома, они в основном располагаются, диагонально они не располагаются, то есть только прямые углы между ними. Вот, и когда построил, на самом деле, я согласился, потому что так выглядит более реалистично, но, тем не менее, я не скажу, что все остальное выглядит по-уродски. Но вот я, как бы, здесь решил прибегнуть к подобному, прислушаться, вернее, к подобного совета и построить все с углами 90 градусов. Вот, естественно, это стандартные домики, стандартные детские площадки, в принципе, ничего нового мы для себя здесь не открываем. Да, тоже нужно будет поставить какие-нибудь деревья. Я, кстати говоря, не смотрел, сколько людей живет вот в этих домах, потому что, вроде бы, смотрите, домов я поставил огромное количество, но мне, по счету, в городе живет 16 тысяч. Нет, это наоборот хорошо, то есть чем меньше, получается, мои дома вмещают жителей, тем больше домов мы сможем поставить, потому что, как вы знаете, не то, чтобы City Skylines имеет лимит на проживание количества жителей, проживание, это автология, сорят, на проживание количества людей, как бы, игра начинает лагать. Там, после 100 тысяч, по-моему, полностью пропадает ускоренный режим, чтобы не нагружать, видимо, игру, чтобы она не вылетала. После 150, наверное, начнутся какие-то серьезные баги, и тем более, поскольку мой компьютер не слишком, так сказать, ну, он средненький такой, вот, он может просто не выдержать, и не то, что он мне будет сильно лагать, нет, он просто, не знаю, мир у меня может не загрузиться из-за того, что мне не хватит оперативной памяти, к примеру, да, вот. Поэтому такое может тоже произойти, поэтому тот факт, что наши дома не вмещают ногу жителей, играет нам только на руку. Также мне необходимо было соединить нашу железную дорогу с, ну, на железную дорогу от нашего вокзала, как железная дорога, которая идет от границ самой карты, потому что, ну, откуда браться обычным грузовым составом, вот. Здесь мне, слава богу, все попроще, потому что здесь уже было такое возвышение, поскольку я менял высоту нашей почвы, если можно так выразиться, поэтому здесь проблем у нас не было. Поэтому просто делаем небольшой мостик, здесь соединяем, все соединяем, все строим, отлично. Так, все, чтобы было, чтобы обязательно все было очень-очень ровненько. Вот, значит, ту вот линию, вторую ветку, я не знаю, что я с ней сделал, возможно, я просто присоединю ее к этой, но, тем не менее, с присоединением железнодорожной ветки для грузовых поездов мы закончили. Да, у меня, конечно, естественно, огромные проблемы с пробками, я, конечно, могу их решить в один клик, это просто запретить весь личный транспорт, но тогда это вообще реализма никакого не будет, и, то есть, наши улицы будут абсолютно пустые, да. Жители будут пользоваться общественным транспортом, но какой нам смысл от того, чтобы каждый житель пользовался общественным транспортом, если мы не делаем упор на доход, то есть, ну, как бы, нам нет смысла получать большие доходы, если мы так играем бесконечными деньгами. Ну, как бы, смысл, логично? Логично. Ну, вот. И вот здесь мы будем строить новый район. Естественно, без торгового центра не оба... Но это не торговый центр, это вот гипермаркет, получается. Это у нас гипермаркет-таргет, в России их нету, но я так подумал, что мой город, это, наверное, знаете, это город постсоветского пространства, наверное, даже в западной... Не, не в западной Европе, нет, это будет, пусть будет восточная Европа, но, типа, здесь будут все европейские и американские магазины, и пусть будет государственный язык, пусть будет английский, не знаю, почему так, но ладно. Типа, государственный язык английский, но все будут говорить по-русски. Не знаю, зачем им эта информация, но просто так, знаете, чисто для фантазии. А здесь мы будем ставить дома типа P44T, потому что я безумно обожаю эти дома. Они, в принципе, располагаются по всей Москве, чуть ли там не во всех районах, даже в центре Москвы. Вот, по-моему, на Краснопресненской есть. Да везде есть, по-моему, везде, да. Вот, ну и, типа, у меня их огромное количество всяких разновидностей в моих подписках, вот, то есть в игре у меня их куча. Плюс они очень разнообразные, там разнообразные, вот, то есть есть буквой Г, можно построить их буквой П, можно вообще построить квадратом, там есть отдельные башенки, двухсекционные, трехсекционные дома, и это, на самом деле, очень круто, это, ну, вариативность, это, на самом деле, очень круто. Вот, и плюс, чем мне нравятся вот эти дома, что у них сразу уже есть какие-то, знаете, детские площадки, то есть особо париться насчет детских площадок дополнительных нам не нужно, только если, допустим, построить какие-нибудь поля для, ну, для тенниса и для баскетбола, вот. Также у меня есть еще один большой стадион, но я пока не знаю, куда его вставить, потому что для него нужно много места, у меня тут как-то вообще все, ничего никуда не вписывается, да, вот я немножко, фейл у меня был с тем, что у меня слишком много узких дорог, и у меня были бы огромные пробки, если бы я не заметил, что у меня все, дороги узкие, пришлось немножко расширить, да, спасибо большое за сообщение, да, Андрей Цернов, привет, если ты смотришь это видео, вот. И здесь как бы больше ничего особенного нету, да, вот это там есть чего, если вы не заметите, вдруг это поликлиника, вот. Да, здесь мы тоже, ну, не то, что не паримся, нет, просто вот подобная архитектура, она как-то упрощает постройку города. Также я всегда, не забывайте, жду ваших предложений по поводу того, что мне можно построить, также мне еще напомнили построить гаражи, я про это не забыл, не волнуйтесь, гаражи будут обязательно, вот. Но если вдруг у вас есть какие-то идеи, которые вы хотите, чтобы я реализовал, или которые вы не можете реализовать сами по себе, может быть у вас там слабый компьютер или не куплена игра, вот, так что, ну, я могу воплотить ваши мечты в реальность, вот как бы так, дистанционно. Ну, а к чему я это говорю, это к тому, что, возвращаясь к теме о недостаточных объектов для коммерческой зоны, потому что, ну, вот у меня есть пара торговых центров, торговых точек, там, Магнит, Пятерочка, Дикси, и как бы все, то есть у меня больше ничего нету, к сожалению. Поэтому если у вас какие-то есть идеи по поводу того, какие мне еще коммерческие зоны можно разместить, кроме, кроме стандартных, то милости прошу в комментариях, я буду очень рад, потому что, ну, действительно, в прошлой части я говорил, что мне просто приятно читать, но я только сейчас остановил, что комментарии мне на самом деле очень помогают. То есть это вдохновение, это мотивация какая-то, это огромное количество идей. В общем, это очень круто, что мы с вами, у нас с вами получилось так коммуницировать, очень прикольно. Я вот так вот взглянул, знаете, с высоты на наш город, и он все больше и больше похож на реальный, то есть, опять же, когда я смотрю какие-то скриншоты других игроков, или когда я смотрю какие-то другие видео, то мне очень нравится, как другие строят. Но когда я смотрю на свой город, типа, ну, так, сойдет. Не скажу, что мой город говно, ни в коем случае просто, ну, мне как-то обычно, наверное, опять же, потому что это строю я, и это нужно смотреть каким-то свежим взглядом, если можно так выразиться. Вот, здесь уже подруга, да господи, сколько мне можно присылать сообщения? Спасибо большое, я очень рад, что вы меня все любите, но не надо, не надо. Ну, в принципе, никто не знает, что я снимаю видео, вот. А здесь мы вот таким квадратиком строим дома, также добавим небольшой парк, но он не будет таким обособленным, то есть, отдельным, как, ну, из дополнения Park Life, то есть, там он не со звездочками будет, хотя, может, потом и сделаю, вот. Вот, у нас потом были проблемы еще с недостаточным количеством рабочих на промышленных зонах, потому что я так и не узнал, сколько требует промышленная зона вот эти вот сторонние, которые я скачал, типа, советские, сколько они требуют рабочих, и вы можете видеть, что, несмотря на то, что у нас сейчас увеличилось количество жителей за счет моих новых домов типа П-44Т, все равно требуется рабочий, вот. Это меня, конечно, напрягает, я не знаю, сколько мне еще нужно домов построить, потому что, ну, промышленную зону мы будем строить еще, потому что их нужно много, чтобы в моем городе были хотя бы еще какие-то зоны, кроме жилых, да, вот. Ну и вот как-то надо будет решать эту проблему, не знаю, может быть, это можно как-то решить при помощи каких-то модов, которые позволяют либо уменьшить, либо увеличить количество человек в том или ином здании. Ну, а это, наверное, уже излишне. И тут, пока я просматривал все свои скаченные дополнения, я вспомнил, что у меня есть строящиеся дома, и я думал, что это может помочь разнообразить наш город, поэтому вот на этом месте у нас будет располагаться стройплощадка, типа, дома, которые строятся, которые будут скоро введены в эксплуатацию. Ну, как скоро? Никогда, потому что они сами не обновятся, вот. Построим здесь пару домиков, пусть это будет, типа, какой-то жилой комплекс, и также добавим какие-нибудь, знаете, сюда, во-первых, краны обязательно нужно добавить, вот, а во-вторых, всякую, к сожалению, у меня, кстати, нету техники никакой, по-моему, раньше она была, если мне не изменяет память, либо нужно, наверное, скачать какие-нибудь тракторы там, что у нас еще есть, самосвалы и так далее. Вообще нужно советский транспорт российский скачать, по идее, но я просто не знаю, насколько сильно они загружают мою систему, вот. Хрен его знает. Вот, а, и насчет системы, вот, я не стал об этом говорить в начале видео, потому что я подумал, что вы подумаете, что это какой-то кринж, но, тем не менее, вы знаете, что у меня не так много оперативной памяти на моем компьютере, и из-за этого я, во-первых, не могу часто выпускать видео, во-вторых, я не могу добавить большое количество объектов в игру, чтобы разнообразить мой город, мне тупо не хватит оперативной памяти, опять же, у меня все будет лагать, и, в-третьих, я, как бы, вот, не могу стримить. Поэтому я, естественно, никого не обязываю, плюс мне об этом просили в комментариях, вот. В общем, если кто-то желает как-то материально помочь моему каналу, помочь мне в покупке новой оперативной памяти, чтобы улучшить качество видео и все вышесказанное, то в описании будет, короче, ссылочка на донаты, которые вы можете мне отправить, и на эти деньги я куплю себе оперативную память, но это же, понятно, все на добровольной основе. Вот, заранее вам спасибо, если вы даже просто меня выслушали. А сейчас давайте просто насладимся тем, что у нас в итоге получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу поблагодарить всех тех, кто досмотрел это видео до конца, особенно тех ребят, которые пришли недавно. Если вам видео понравилось, обязательно ставьте лайк, и не забывайте подписываться на канал. Если видео вам не понравилось, можете писать об этом в комментариях и ставить дизлайк, ну, в принципе, вы вправе это сделать. Не забывайте про донаты, потому что для меня это очень важно, но я этого вам не говорил. С вами был Urban Drew, всем хорошего настроения, всем пока. Продолжение следует...